За ветром бегу, так раз не могу, боюсь не успею. Настоящий перформанс устроили в Национальном музее молодежные уфимские коллективы. Так открылась выставка «Дыхание танца». Танец – это вдохновение, это волшебство, я считаю. Живопись для кого-то так же волшебство и недоступна. Для меня танец так же. Альфия Бекбулатова переносит магию танца на холсты с помощью масла, акрила и пастели. А одного из любимых танцоров, Рудольфа Нуреева, она увековечила в виде куклы. Голова, ноги и руки из полимерной глины, а каркас, текстиль. Там, ну, такая вот, немножко секрет такой, секрет художника. В похожей позе, но в другой технике гениального танцора изобразила и Нелли Шарипова. Художницы не сговаривались. Весь секрет в любви к танцам, говорят они. Танец – это вдохновение, потому что там сочетание и музыки, и человеческой пластики. Это самое важное. А еще, если артист через себя пропускает этот танец, это не оторваться. Это зажигает, это трогает, это запоминается, хочется творить. Понимаете, танец колоссальный значение для меня имеет. Пластику движений и характер танца художники изучают в основном по видеозаписям. Именно так Нелли Шарипова создала еще один портрет фламенко. Это танец диалог, танец контрастов. Он и она, контрасты белые и темные. Это очень четкий, очень испанский разговор, но все-таки они едины, они вместе. Огонь, земля, вода и воздух. Танец окружает нас везде, считает Снежана Морозова. Раньше художница занималась народными танцами, но решила, что живопись ей ближе. Теперь Снежана передает дыхание танца на холстах. Ветер может увидеть каждый, но по листьям или как-то еще в платке или каком-то улетающем лепестке. Мне хотелось изобразить нежность и чтобы это показалось как танец. Парные и одиночные танцы, балет, башкирский танец, фламенко. У каждого танца свой характер и свое настроение. Увидеть, как художники передают дыхание танца через холст и авторские куклы, сейчас можно в Национальном музее республики. Гульфия Мухаммадшина, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ.